Проповедь называется Ходатайственная молитва Представьте, столько вроде мы молимся А вот этот вид у нас как бы немножко отсутствует Ходатайственная молитва Так для примера, самым таким ярким ходатаем Кто был? Когда не знаешь ответ, говори Иисус Христос Не промахнешься перед Отцом Ходатайствует за нас, за всех Но еще был яркий пример, это Моисей Я нашел, что четыре раза Господь говорил Что Он погубит народ израильский Говорит, надоели, я их погублю А от тебя произведу новый И так Он говорил четыре раза Четыре раза Бог давал приговор евреям Что Он их погубит И четыре раза Моисей шел молиться И говорил, Господи, не погуби народ Но если погубишь, то и меня забери Я не могу жить Ну в общем Предоводил ему доводы Как-то вот что-то молился, что-то убеждал И как бы это ни было удивительно И так скажем парадоксально Но Бог отменял приговор То есть ходатайственная молитва Она, он, ну как Как заступничество Понимаете, Моисей шел на гору И настолько заступался за народ Что говорил, Господи, меня забери А они пусть живут Равно как Иисус говорит, Господи, не наказывай Мой народ, вот я жертва Я принесу жертву, чтобы не были наказаны Это ходатайство Это когда ты стоишь и просишь Не о себе, а о ком-то Знаете, есть ходатайственные письма Это ты пишешь от себя за кого-то другого И просишь помиловать, пожалеть Вступиться там, услышать и так далее Я знаю, что За многих из нас Ходатайствовали наши родственники Перед Господом Аминь Знаете, у вас православных есть вот это Кто знает, когда имя называют Как, Сергей Александрович Как называется эта молитва Как? Ангелу-хранителю это одно Нет, когда твое имя называют Ну, за здравие, но как бы с именем там что-то связано Ну, свечка Нет, батюшка молится и говорит И благослови раба Божьего Александра Как? Ну, да Главное, чтобы не отпевали Ну, в общем, не суть Я за что? За то, что наши мамы, бабушки, тети Они молились за нас Не за себя, а за нас Чтобы Бог дал нам какое-то благословение И как-то вступился за нас Аминь Иисус, вы помните, он молится Отцу И за учеников И говорит Отче, не за весь мир прошу Но за своих Знаете, вот это вот есть ходатайство Когда он говорит Понятно, всем в мире пусть будет хорошо Пусть у них все будет нормально Но я тебя прошу за своих Которых ты дал мне, чтобы у них все было хорошо Якова 5.16 Признавайтесь друг перед другом В проступках И молитесь друг за друга Чтобы исцелиться Представьте Говорит, молитесь друг за друга Чтобы исцелиться Я вот вижу здесь вот эту связь Если ты хочешь исцелиться Молись За того, кто нуждается в исцелении Аминь Но об этом еще больше будем Иоанна 5.15.13 Говорит Нет больше той любви Как если кто положит душу свою За друзей своих Нет больше той любви Душу свою Это, я вот думаю, это ходатайство Когда ты видишь друга своего И молишься за него Аминь Мы все призваны быть ходатаями Вот в Ветхом Завете были левиты и священники И ходатайство было частью их работы Они служили в храме Приносили жертвы за народ И молились за народ И это была вот их обязанность Они не работали, не имели То есть какой-либо работы Но они молили за народ Молили Господа за народ В Новом Завете мы все Вот Как Жека Где Жека делся? Вот Жека пил Потому что мы царственное священство Петр говорит Вы священство святое То есть мы теперь все имеем право Приносить жертву Вот мы жертвуем на служении И мы должны молиться друг за друга Понимаете? Потому что мы можем это делать И мы должны это делать Мы молимся за нужды Вот в этом смысле Как вот хатайственная молитва За нужды Ты же молишься не только за свою нужду Ты молишься за каждого Кто написал Но это как в малой доле Нам надо это Ну вот Как бы сказать Увеличивать, расширять Мы можем Каждый быть хататаем И вы знаете, что я понял? Что все вокруг мы Нуждаемся Чтобы у нас были хататай Иисус Вы вспомните В момент своей скорби Берет с собой двух Трех учеников Трех Идет на гору И говорит им Ребята, моя душа Скорбит смертельно Он говорит Мне плохо Вот вообще Хана Молитесь со мной Хотя бы, говорит, один час Вот я вас прошу Он говорит Наступите на плоть И помолитесь Поддержите меня в молитве Потому что я иду к отцу молиться И чтоб я не один молился Давайте вместе Представьте Иисусу нужны были хататай Представьте Но он приходит Они спят Он разбудил И говорит Ну что вы не можете Час Опять пошел И молится Понимаете Он все три раза Молился к отцу Одной и той же молитвой Он говорил Да минует меня Чаша сия И на третий раз Когда он уже понял Что опять он один Он вышел Говорит Ну понятно Приблизилось Время тьмы Настало Раз вы не можете Плоть свою обуздать Значит тьма пришла Павел много раз Говорит в посланиях Прошу вас Подвязайтесь За меня в молитвах Вы понимаете Люди Которые имели Огромные служения Они просили Чтобы за них молились Он же понимал В этом толк Аминь И я знаю Что Мы все Нуждаемся В молитвенной поддержке Нам всем Нужна молитва И мы все Можем молиться Вот Я просто Почему говорю Об этом С таким вот Уверенностью Я для себя Так принял Нас давно Так еще Валерий Сергеевич Учил Что пастыря Как священника Работа Это молиться Вот как бы ни звучало Но я молюсь За тех Кого знаю За всех молюсь Я даже сейчас Ловлю себя Что я По привычке Молюсь за Синюка Синчаковича Овроса Они вообще Представьте Вообще далеко И я Вот Понимаете Как оно С тех пор Пошла Привычка Я вот так Вот бывает Что перемолюсь И я вижу Как оно Работает Вот как бы Вот Вижу просто Как происходит По молитве Моей Ну и по твоей Также И вот представьте Что было Если бы мы Все так Молились Вот просто Каждый Брал Час В день И молился Не за себя Ну за себя Ты молишься Я понимаю За себя Ты молишься Ну если Ну если Промолено Понимаете Я вот на 100% Уверен Что Большей части Негатива Там Каких-то Неудач Оплошностей Мы могли бы Избежать Своей жизни Если бы Это было Промолено Понимаете Он зачастую Библия говорит Вы не получаете Потому что Не просите Вот одна причина Почему Мы не получаем Прям вообще Хорошо Потому что Не просим И не то что За себя Не просим А не просим За ближнего Мы все Могли бы быть Как вот мы говорим В шоколаде Если бы Мы молились Друг за друга Особенно Это работает Когда вот Тебе нужно Исцеление Найди Того Кому нужно Исцеление И молись Ты сеешь Аминь Тебе нужны Деньги Найди Того Да что его искать Ну да Ну молись За кого-то Что процветание Пришло в жизнь И другого человека И ты сеешь А коль ты сеешь То ты Будешь пожинать Аминь Надо сеять Надо быть Ходатаем Надо Вот участвовать В нуждах Другого человека Нужно создавать Вот эту вот Духовную платформу На которую Бог будет изливать На которую Бог придет И даст Благословение 1 Тимофею 2.1 Итак Прежде всего Прошу Представьте Меня это Когда я это Давно еще прочитал Меня так удивило Бог через Павла Говорит Я прошу Бог больше никого Ничего не просил Вот в Библии Вы не найдете Что Бог сказал Я прошу Он не просит Он повелевает Потому что он Бог Он У него нет У него нет Этого слова А тут Он говорит Я прошу Совершайте молитвы Прежде всего Прежде всякого Делать Я прошу вас Совершайте молитвы Потом Говорит Прошение Моление Благодарение За всех человеков И за царей И за начальствующих Чтобы проводить Вам жизнь Тихую Безмятежную Во всяком Благочестии И чистоте Говорит Ибо это Хорошо И угодно Спасителю Нашему Богу Который хочет Чтобы все люди Спаслись И достигли Познания истины Аминь Вот надо молиться За начальствующих Это обязательно Надо делать За власти Духовные За лидерство И за власти Которые В стране В городе В области То есть За власти Как их назвать Одним словом Чиновников Да наверное Ну вот За чиновников Но тут надо Как бы сказать Проявить Правильный подход Тут не в смысле Что кто ворует Пусть воруют Еще больше Боже Дай им финансовое Благословение Не в этом смысле Говорит молитесь Потому что Бог хочет Чтобы люди спаслись И достигли Познания истины Знаете Молиться надо Чтобы до них Дошло Познание истины И чтобы они Спаслись И чтобы они Познали Волю Божью Аминь Уловили Да эту мысль Чтобы Ну глупости Не говорить В молитве А молиться Чтобы они Покаялись Кто делал Зло Пусть не делает Кто крал Пусть не крадет Кто блудил Пусть не блудит Кто там Ну что-то еще делал Алкоголь пил Пусть не пьет Ну и так далее Молитва Потому что Имеет огромную силу И ходатайственная молитва Я думаю Имеет еще Большую силу Потому что За себя Молиться Это очень Логично Это то что Ну само просится Стало плохо Начал молиться Просить помощи Но когда ты просишь За другого Это еще лучше Еще больше В этом силы Я когда-то приводил Пример Как мне еврей Один рассказал В киевской Еврейской церкви Он был там Лидером прославления Что пришел Бизнесмен в церковь Тоже еврей Теща привела В церковь И увидел Как они молятся За нужные А он коммерсант И он поймал мысль Что пусть они молятся Вот так же Горячо и красиво За мои нужные И он стал им платить Они приходили к нему На фирму Им дали офис И они там молились По два часа Ну там сколько-то Человек их было И он им платил Полную зарплату То есть не Не сто гривен час А полную зарплату Как будто он На работе работает И пошли-пошли Дела у него Аминь Знаете как пример Вот просто что Человек Перед тем как Совершать сделки Какие-то дела Какие-то цели ставит Он звал этих людей Чтобы они молились И это же бизнесмен Понимаете Он увидел Как это работает А нам надо Использовать эту силу Друг за другом Молиться Чтоб твое видение Твои цели Твой бизнес Твои намерения Чтоб все было промолено Твои откровения Чтоб были промолены Аминь Твои нужды Чтоб были промолены Здоровье Чтоб было Ну все должно быть промолено Аминь Аминь Поэтому я вот как За практический ход Ну зацепитесь за это Найди Кто в чем-то нуждается И начни за него молиться И пусть он молится За тебя И скажи ему Свои нужды Пусть он за них молится Аминь Лучше если это будет Семья Молиться за семью Потому что Где двое Или трое Там Господь посреди вас Получается Это уже церковь Аминь Понимаете Ну вот Или Сговориться по группам Но это реальный ключ Который очень сильно работает Который принесет благословение Ну и расширит нас Очень сильно Надо использовать Браться и молиться Друг за друга И ты и к себе Благословение будешь Притягивать тогда Очень сильно О чем молиться Потому что в молитве Можно не угадать Знаете например Вот ты будешь молиться И просить Чтобы Бог дал человеку Финансовое процветание А оно ему может быть Не очень надо Оно его может погубить Или будешь просить Ему Машину А она ему еще рано Ну и так далее Понимаете Или жену Ну в общем Все что угодно Вы понимаете Всякая нужда Она может быть Нелогичной Поэтому лучше всего Просить Чтобы была явлена Воля Божья Вот когда Иисус молился У него все красиво получалось Пришли ученики И говорят Научи молиться Он говорит Молитесь же так Отче наш Сущий на небесах Да свяется имя Твое И говорит Да придет воля Твоя Как на земле Как на небесах Как На земле Как и на небе Потому что на небе Полная его воля Реализована А здесь Есть такой момент Что Божья воля Не дореализовывается Божий план Вот допустим Как сказать У Бога есть воля На личную жизнь Каждого из нас И дьявол Нас с этой воли Выбил Как-то вот он Исказил Наш навигатор Что мы пошли Вот туда Не тем Пытается постоянно Нас выбить С этого пути Ставит какие-то знаки Какие-то заманухи Капканы Все время нас уводят А надо молиться Чтоб мы на этом пути были Чтоб мы его познали Чтоб мы узнали Волю Божью И по этой воле пошли Аминь А его воля Чтоб все познали истину Пришли в мужа совершенного И спаслись И я знаю Что когда ты в Божьей воле У тебя все классно Все ладится Все получается И ты счастливый Аминь Потому что Божья воля Благая Угодная И совершенная Но я знаю Также примеры Когда Божья воля Недореализовывалась Самый простой Когда Бог говорит Аврааму Дети твои То есть потомки твои Будут в рабстве Угнетаемы 400 лет Читаем книгу Исход Они пробыли в рабстве Угнетаемы 430 лет То есть 30 лет Воля Божья Не доходила 30 лет Лишних Они были в рабстве Потому что никто не молился Никто не искал Господа Пока вот Моисей Не пришел К какому-то пониманию Пока он 40 лет Пас овец Должны были Через два года Прийти в землю То же самое Дьявол хочет все время Божью волю Исказить Все время хочет ее От тебя отдалить Аминь Надо молиться Чтобы Божья воля Была реализована В жизни каждого из нас Чтобы каждый из нас Слышал Господа Аминь Чтобы было Благословение Божье На каждой жизни На каждом деле На каждой структуре На каждой организации На каждом служении На каждой цели Понимаете Мы должны промолить Ситуацию вокруг себя Во всех аспектах И лучше еще это Не лучше А правильно сделать Еще это И с ближним Пример рабочей молитвы Книга Деяний 12 глава Начинается так Что Ирод поймал Якова Брата Иоанна Да Брат Иоанна И обезглавил его мечом И увидел Что это хорошо И понравилось Иудеям Поймал Петра И посадил в темницу Приказал стеречь Потому что были Дни опресноков Он не хотел Его освободить Раньше времени Чтобы он никуда Не делся Приказал его стеречь Написано Но церковь Прилежно молилась О нем Ночью Ну вы знаете Да историю Кандалы распались Он встал Ворота Сами железные Открылись Он вышел Пришел в церковь Они аж не поверили Они прилежно О нем молились И вот так вот Произошло Почему не произошло Так с Яковом Потому что Не молились А про Петра Церковь прилежно Молилась И произошло То есть Когда мы будем Прилежно Молиться О ближнем У него Все произойдет Хорошее О чем будем Просить Аминь Теперь хочу Чуть Другой ключ Показать В книге Пророка Еремии 22 главе Такая история Описана Что Бог Зовет этого Пророка И говорит Так говорит Господь Вот языкин пишет Священники Не то делают Пророки Пророчествуют Лживое Люди совратились Цари Вообще Меня не замечают В общем Весь народ Сошел с ума Вот он так Езекиилю объясняет Я говорит И залью на них Гнев мой До избытка Потому что Они все делают Все делают Не так Как я говорил Делать И потом Вот Тридцатым стихом Он просто как Знаете как читаешь Да будет им то Будет им то Они у то Они у то И потом он Как Езекиилю Объясняет Говорит Я искал у них Человека Который бы поставил Стену в проломе Но не нашел Аминь И если смотреть На эту картину В Библии Много было случаев Когда Бог находил Кто станет В проломе Он находил Моисея Находил Авраама Находил Ноя Находил Иосифа Знаете То есть А тут он Езекиилю говорит Я искал Ну вот Кто станет В проломе Что такое пролом Это вот стена Которая ограждают Город И в ней появляется Трещина Пролом Как бы Разламывается стена И через нее Заходит все Что непотребно Ну все Что без охраны Без ничего Просто все Заходит без присмотра И Библия Говорит Что истина Это щит И ограждение В первом месте Говорит Что Господь Ангелам Заповедал И они ополчаются Вокруг Праведника То есть Наша стена Наше вот ограждение И защита Это слово Божье Это его истина И когда в стене Появляется пролом Заходит грех Когда нарушается Истина Божья Начинает заходить грех Заходят бесы Заходит Вот такое проклятие Там Все что угодно Злое заходит Через этот пролом И наполняет 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 город И Бог говорит Я искал того Кто бы стал В этом проломе Кто бы закрыл Эту дырку То есть Ходатай Он говорит Я бы искал того Кто будет Ходатайствовать Передо мной Потому что Вот смотрите Самый такой пример Это Содом и Гамора Лот Должен был Стать Ходатаем Понимаете Это была его Ну вот По всему видно Это была прямая Его ответственность Он попадает в городах Которые нечестивые В которых все плохо И он должен был Там ходатайствовать Он должен был Молиться за этот город Молиться за этих людей Аминь И Господь бы посылал ангелов Посылал бы движение Что-то происходило бы Потому что Авраам Куда приходил С ним приходил свет И приходила Божья сила А тут пришел Такой момент Что Господь Не пошел К Лоту Господь пришел К Аврааму И говорит Я погублю Авраам Говорит Ну а если там Начинает Авраам Ходатайствовать Понимаете За этот город Начинает А если там Есть 40 Праведников Говорит Ну если 40 Ладно Ну 30 Ну 20 Ну 10 Он думает Ну Лот же там Не совсем Как бы Вот этот Ну хоть 10 Он, жена Две дочери А у Лота Если смотреть То даже дочери Ну никудышные Они потом Делали Злое И народы От них пошли Моавитяне И аманитяне Это народы Которые воевали С Израилем То есть Лот Оказался Бесквасным Вот слово Божье Говорит Что малая закваска Заквасит Все тесто Это ж мы с вами Эта закваска Знаешь Когда истинно Верующий человек Попадает в любую среду От него Все начинают Осоляться Вот как за Володю Дима сейчас говорил Знаете Он попал В притон Вокруг цыгане Которые продают Наркотики Но кто с ними Связывался Там вообще Ничего святого Нету Знаете И тут цыгане Заквасились От Володи Вот так вот Действует Господь А Лот почему-то Попал в Содом и Гамору И от него Никто не заквасился Даже дети его Оказались Бесквасными И он оказался Бесквасным Просто по какой-то Милости Бог его Вытаскивает Оттуда Через Авраама Да Чисто по любви К Аврааму Потому что Он говорит Ты мой друг Ну Только лишь Ради тебя Следующая мысль И уже это такое Будем заканчивать Скоро Галатам 6.2 Он говорит Носите бремена Друг друга И таким образом Исполните Закон Христов Аминь Вот сейчас Услышьте Потому что Это мысли Про нас Говорит Носите бремена Друг друга Хочу сказать Такую мысль Потому что Она мне важна Даже и вам Важна Если ты видишь Грех Слабость Не устройство В служении Не согласен Ты с чем-то Считаешь Что правильнее Было бы поступить Вот так Может посмеешь Сейчас чего-то Что увидишь То ты делаешь Неправильно Так делал Сатана Представьте Сейчас вот Расскажу Этот момент Потому что Если ты видишь Грех Слабость В отношениях В финансах В чем угодно У ближнего То ты должен За это молиться Потому что Он говорит Носите Бремена Друг друга Не судите Понимаете Потому что Дьявол хочет Чтобы ты стал Судьей Прокурором Мыслителем Который знает Как правильно Было бы В его ситуации Поступить Аминь А Господь Говорит Что он пришел Не судить Он пришел Милость дать И покрыть Грех Понимаете Нам нужно Вот в чем Суть ходатайства В том Чтобы покрывать Грех Другого человека В том Чтобы стать В проломе За этого человека Когда ты видишь Что вот Стена Этого человека Разрушена Ты собой Ее должен Закрыть Вот кто такой Ходатай Аминь Понимаете Тут важно Это уловить Видишь Человека Согрешающего Молись Чтобы Господь Открыл ему Дал ему Познание Истины Чтобы Дух Святой Пришел И помог Ему Аминь Потому что Сень А закон Познания Добра И зла То есть Закон Рассуждать Как было бы Лучше Это не наше Нам Бог Не давал Этого Бог сказал Не ешьте От дерева Познание Добра и зла То есть Вы не Не созданы Знать Добро и зло А дьявол Как раз Хочет Чтобы ты Увидел Какой-то грех В ближнем Человеке Своем И осудил Просто Стал судьей А мы Не судьи Аминь Мы Сами Подсудимы Понимаете Мы не можем Судить Мы подсудимы С нас Господь Снял суд По милости Своей А мы Теперь Выходим На свободу И начинаем Судить Сами Это как Пропонти Вот он говорил Одному Простил Тот вышел И начал Требовать Обратно Деньги Это вот Тот же Самый Принцип Тебя же Бог простил Значит И ты Должен Простить Но здесь О том Что тебя Бог не Осудил Значит И ты Не должен Осудить Поэтому Хочу Опять Эту мысль Повторить Если ты Видишь Проблему В служении Не устройство К примеру Не начни думать И тебе даст И ты Исполнишь Волю Божью И войдешь В нее Потому что Дьявол Хочет Чтоб Между нами Были Распри Гордыня Обида Чтоб Мы друг на друга Роптали Друг за другом Подмечали Кричочки Цепляли Друг в друга Да вот Смотри Он там Вот это А второй Пришел А ты видел А он там Такое Представьте Отклонюсь Приехал С праздника Утром Выхожу Гулять С собакой Жена Показывает Телефон Пишет Ей Одна Там Подруга Говорит А Саня Говорит Хорошо Выглядит Под таблетками Прикольно И хотел Сказать Может И тебе Дать Подсказать Какие Потому что Тебе надо Нормально Выглядеть И Знаете Закрадывается Такое В сердце Ну вот Мерзкое Состояние Думаю Сейчас Начни Оправдываться Будет Эффект Вот этот Что Ложки Нашлись А Осадочек Остался Знаете Что-то Она И написала Она Говорит Да все Его друзья Так Говорят И попадает Понимаете Я понимаю Что Ну Кто Говорит Откуда Такие Мысли А попадает В сердце Я взял В чат Где все Мои друзья Ну там Плюс Кто не в Полтаве Потому что В Полтаве Никто не говорит Да там Друзья Говорят Написал Говорю Друзья Мои Что-то Вы Может Знаете За мной Все Говорят А не Ну Как бы Трезвый Я Ребята Все Нормально Я вот Сейчас Говорю Как Оправдовать Понимаете А сам Понимаю Это Сатана Так Действует И На самом деле Правильно Это Отделить То Что Делает Сатана И То Что Делает Человек Потому что Это Не Человек Даже Плохой Этот Дьявол Его Обдурил И Ему Показалось Что Смаковать Такие Вещи Это Интересно Ну А что Пастырь 12 лет Трезвый Тут Наелся Таблеток Наверное Зашел В кого То Да Ну Кстати Да Она Такая С Могла Начать Как бы Вот Эту Тему Продвигать Вот Это Галат Предыдущий Стих Братья Если И Впадет Человек В Какое Согрешение Вы Духовные Исправляйте Такового В духе Кротости То Есть Аккуратненько Если Ты Видишь Что Человек Идет Неправильно Не Суди А Просто Надо Как-то Помолиться Лично Об этом Об этом Человеке Что Бог Дал Тебе Правильное Слово Его Исправить Потому Что Если Ты Начнешь Рубить Ты Можешь Нажить Врага И тебя Не Услышат Понимаете Когда Горишь Брат А ты Тут Неправильно А ты И все Это Диалог Потерян Когда Начинается А ты В общем Все Он Тебя Не Слышит Вы Начинаете Орать Друг На Это Заканчивается Не Тем Говорит Духи Кротости Наблюдая Каждый За Собой Чтобы Не Быть Искушенным Искушение Знаете Какое Такое Как Было У Евы Познать Добро И Зло Искушение Начать Судить Он Говорит Когда Ты Видишь Человека Согрешающего Постарайся Исправить Это Так Чтоб Ты Его Не Осудил Чтоб У Тебя Внутри Не Родился Суд На Него Чтоб Ты Внутри Не Начал Думать Какой Он Плохой Ну А Ты Соответственно Хороший Особенно Это Касается Смотрите Такой Момент Важный Особенно Это Касается Ну Как Б Лидерство Тех Кто Больше Тебя Тех Кто Перед Тобой Были Потому Что Хамство Проклято Это Закон Библейский Хамство Проклято Если Ты Начинаешь Подмечать Грехи Или Там Роптать Или Судить Или Ну Какие-то Вот эти Нюансики Высмеивать Может То Что Говорят Те Кто Над Тобой То Ты Хам Помните В Библии Был Хам Ной Пьяный Был А его Сын Хам Увидел Это Приходит К братьям Двум Другим Говорит Ребята Пошли Поржом Батя Пьяный Голый Там Валяется Исполняет Песни Поет Танцы Танцуют Пошли Потарахтим Со старого Эти В страхе Два Других Брата Взяли Покрывало И написано Спиной Подошли Чтоб Не видеть Срамоту Отца И покрыли Его Этим Покрывалом Утром Когда Ной Пришел В себя Проспался Он Проклял Хама Он Говорит Ты будешь В порабощении У братьев Своих И выгнал Его Понимаете Хамство Проклято Это надо Вбить В голову Вот абсолютно Если у тебя Есть лидер А он у тебя По-любому Есть Так или иначе Чтоб ты себе Не думал Но есть лидер Никогда Не суди Его И никогда Не позволяй Говорить о нем Плохо кому-то Если кто-то Говорит Не слушай Аминь Даже Если ты уверен Что ты прав Видишь Какой-то Недочет Молись Аминь Понимаете Это будет Полный Образ Божий Потому что Дьявол Хочет Посеять Сомнения Недовольства Обиды Гордыню Ропот Лукавства Там Насмешки А Господь Хочет Помиловать И Понимаете Он больше всего Дьявол Не хочет Ходотайственных Вот этих молитв Потому что Это полный Образ Божий Вспомните Христос На кресте Висит Его распинают Эти бьют Его Эти смеют Зарят Ну давай Встань Сади С креста Покажи Кто ты А он что говорит Прости им Отец Ибо Не ведают Что творят Понимаете Вот это вот Полный Как бы Цикл Образа Божьего Полный Цикл Ходотайства Он говорит Прости их Они не понимают Что они творят Они сейчас Просто как Образ Лукавого Хотят Принять И в этом Образе Ну как бы Чтоб я начал С ними На их же языке Разговаривать А это неправильно Колоссянам он говорит Посему и мы С того дня Как о сём Услышали Не перестаём Молиться о вас И просить Чтоб вы Исполнились Познанием Воли его Во всякой Премудрости И разумении Духовном Мать говорит Как услышали Так и стали О вас молиться То есть Если ты Услышал о проблеме У ближнего Своего Молись Сразу Не начинай Размусоливать Потому что В нас на самом деле В нас самих Правды нету Надо молиться Чтоб Бог дал Истину И движение И правду А дьявол Клевещет На братьев День и ночь И последнее Благословляйте Гонителей ваших Благословляйте А не проклинайте Никому не воздавайте Злом за злом Но пекитесь О добром Перед всеми Человеками Это же как бы Такой тяжелый Момент Да Ну когда Вот так вот Происходит Это вот сложно Но вот полную версию Нашел Первая Петра 3.9 Не воздавайте Злом за зло Или ругательством За ругательством Он говорит Напротив Благословляйте Зная Что вы К тому призваны Чтобы Наследовать Благословение То есть Если ты будешь Благословлять То ты Наследуешь Благословение Дальше Говорит Ибо кто Любит Жизнь Я люблю Жизнь Кто хочет Видеть Добрые Дни Я хочу Видеть Тот Удерживай Язык свой От зла Уста Свои От лукавых Речей Уклоняйся От зла И делай Добро Ищи Мира И стремись Знаете Бог дает Ключ Если ты Хочешь Видеть Хорошую Жизнь Если ты Хочешь Видеть Добрые Дни В своей Жизни Он Говорит Не ругайся Вот На тебя Ругаются Не делай Так Потому Что Свет Побеждает Тьму А Если Ты Он Тьма И Ты Тьма То Тьма На Тьму Родят Еще Тьму Потом Еще Тьму И Потом Это Бесконечный Цикл Это Как Эти Ты Ему Он Тебе Ты Ему Он Тебе И так В эту Игру Никогда Не Поиграешь Никогда Не Выиграешь Аминь Хочу Практически Вот Практически Что Делать О Ходотайстве Практически Если Ты Видишь Брата Своего Согрешающего Не Суди Его А Молись За Нему Если Ты Видишь Служение Пробел Не Надмивайся Что Этого Кто-то Не Сделал А Сам А Молись За Это Даже Не Сам Делай Потому Что Так Ты Тоже Можешь Поднадмиться Что Я Делатель А Молись За Это Что Бог Дал Движение В Это Что Бог Покрыл Это Все Не Устройство Аминь Молитесь За Старших За Власти За Лидеров Молитесь За Евреев Обязательно Потому Что Бог Скал Что Он Благословит Благословляющих Израиля Тут Как бы Не Звучал Вот Это Закон Он Благословит И Вообще Очень Правильно Если Найти За Кого Ты Будешь Молиться Ты Просто Увидишь Как Оно Растет И Как Оно Получается Аминь Найди За Кого Молиться Найди Кого То С Такой Нуждой И Промаливай Возьми Молиться За Служение Пусть Здесь Все Будет Промолено Евангелизация Промолено Домашки Промолено Реабилитация Промолено Каждое Служение Проповедники Промолены Аминь Аппаратура Промолена Запись Альбомов Промолена И Также В любом Деле Кто Занимается Бизнесом Найди Тоже Кто Занимается И Молись За него Пусть У него Получается И у Тебя Будет Получаться Понимаете Чтобы Это Было Не Только За Себя Потому что Когда Только За Себя Это Как Несколько Эгоистично Получается А найди Другого И помоги Ему Пусть Господь Его Благословит А через Это И тебя Благословит Ты Как Ангел Получается Аминь Понимаете Иисус Пришел Не для Себя Он Пришел За Нас И Образ Божий Чтобы Нам Прийти За Кого Аминь В общем Если Хочешь Чтобы Все Было Хорошо Иди Кто Будет За Тебя Молиться И Ты За Кого То Молись И Тогда Мы Все Очень Сильно Двинемся Буквально По Быстрому Потому что Я могу Засвидеть У У меня Есть Такие Моменты Что Я За Что Молился И Оно Происходило Вообще Быстро Но Не За Себя Вот За Ближнего Молишься У Него Все Быстро Происходит У Себя Все Долго Поэтому Молитесь Друг За Друг Аминь И За Меня Молитесь И Я За Вас Буду Молиться И Так У У Всех Все Будет Вот Так Вот Как Баланс В Боге Поймаем И Попрет Так Что Прям На Дрожах Аминь